Игорь Пивницкий 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 сильно сплотились, вы постоянно вместе, то есть, соответственно, то же самое, умываетесь, на пары ходим все вместе, и там самое главное, то, что есть братство между вами, вы друг другу всегда поможете, то ли это в учебе, то есть у кого-то, допустим, у кого-то где-то послабже получается, у кого-то где-то получше, то есть друг другу подсказывайте, допустим, я спрашивал, вот товарищи остались у меня, которые со школы еще, как у вас там происходит, то есть, помогаете там друг другу или как, у них там все как-то разбито на какие-то подгруппы, то есть кто-то получше общается, вот группа у них есть, у кого-то похожа. Ну, как обычно бывает в большом коллективе, да? У нас все взаимосвязаны. У вас, да? То есть, нет каких-то там ссор, не ссор, ну, естественно, тоже есть, но это ненадолго. Человеческие отношения. То есть все всегда друг другу помогут. Войсковое товарищество – одно из важнейших качеств свойств нашей офицерской жизни. Это вот многие пугают, да, вот даже перед службой в армии, многих пугают слово «казарма», что приходится жить круглые сутки, фактически жить бок о бок, что не каждый это выдержит. То есть у вас такого нету, да? Да. А как, Артем, вы вот это вот восприняли, вот такое вот общежитие, скажем так? Общежитие? Отлично. Я себя чувствую, как рыба в воде. Веселье не прошло. Как человек и правильно, это чувство, которое нужно, наоборот, себе развивать. Виталий, вы все-таки, вот кто не видит, да? Это молодой человек, это военно-морской флот, это шикарно. Как вы решили, что для вас будущая профессия – это военная? На самом деле я решил еще с детства, мне с детства вот отец прививал, вот, и с детства вот решил, хочу быть военным, и именно моряком. И вот в школе я, когда вот уже стал выбор профессии, я познакомился с Игорем Марковичем, и он мне подсказал, помог, направил, вот. И я увидел, что, ну вот, действительно, мое, хочу поступить. А для этого нужно как-то съездить на море, посмотреть, ой, какое красивое море, какое оно большое, такой вот такой романтизм, нет? Или можно и без моря решить, что у вас будет? Честно говоря, я с глубинки, из поселка, я моря на море никогда не был, никогда не был. И было огромнейшее желание побывать, послужить, вот. И выберя свои специальности, я вообще ничем не огорчился. У вас ведь специальность штурман. Мне сказали, что вот Игорь Маркович мне посоветовал спросить, да, он мне говорил, что это редкая специальность. Да, это… А почему? Вот вроде штурм, мы привыкли, да, что кто рядом, например, в том же автомобиле. А, сегодня был штурман, кто ведет, да, кто ведет по карте, куда нам надо приехать. А здесь почему? Редкая. Здесь почему редкая? Ну, потому что она очень востребована детьми старших офицеров, адмиралов. Вот. А Виталий, сам сказал, из глубинки Жарковский район. О, Жарковский район. Да, и он оказался в группе таких ребят, за которым стоит адмирал, вот, капитан первого ранга. Вот, и не просто ему было вписываться, а он учился, учился, учился. И наступил момент, когда он стал командиром над этими ребятами. Вы сейчас командиром? На данный момент нет, но раньше был. На младших курсах был командиром третьего отделения. У них просто ротация происходит. Ага, ну да, 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 как у нас в гражданской жизни. Да, наполнение там определенными. Вы уже выходили в море, да? Да, да, да. Это непременная часть обучения, да? Выход в море, это учебные, как по походу такие, да? Да, практика. Практика. И сейчас у вас тоже впереди, да? Да, впереди трехмесячный дальний поход, интересный поход, где уже будем, можно сказать, не просто знакомиться, просто что такое корабль. А уже будем знакомиться именно со специальностью, то есть будем стать дублерами, выполнять, как сказать, свои обязанности, будущее. Ну, это интересно, да? Расскажи маршрут. А можно, а вдруг это война, Таня, нет? Ну, вам скажу так. Ну, конечно. Нет, ну что можно сказать? Ну, то, что можно сказать, я скажу, то, что мы будем идти, заходить только в дружественные страны. Могу несколько привести пример, там, Куба, на Кубу пойдем. Ого-го. Венесуэла. Ого-го. Вот. Дальний поход, реально. Это корабль? Это не подводный? Нет, 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 это корабль, надводный учебный корабль. Вопрос сразу такой, когда я первый раз выходила в море, у нас был переход Белое Баренцево море, я не знала, подвержена ли я морской болезни, а вы как? Тоже определили на себе? Ну, я вынослив к этому. Я вот выходил в дальний поход, понял, что я морскую болезнь, я не боюсь, нипочем. Значит, значит, ты верно выбрал специальность. Саш, пятый курс уже, да? Да. Ярославское высшее военное училище ПВО. Саш, вы локаторщик, да? Да. Вы сами выбирали специальность или подсказали, или как, вот когда вы поступаете учиться? Когда поступал учиться, то есть были беседы с офицерами, когда мы проходили уже внутри училища, нас, ну, по направлению, мне помогли, подсказали, что куда, и я уже выбрал направление, куда дальше выучиваюсь. Ну, вот сейчас вот с четвертого курса, да, специализация начинается, да? Специализация начинается, да, с четвертого курса. Вот, у Виталия четвертый курс, вы уже начали подготовку к штурману, непосредственно вас начали это учить. И вы тоже самое локаторщик, учились с четвертого курса, да? Да, то есть с четвертого курса нам полностью рассказывали, что как, мы полностью на технике работали, на пятом курсе предоставили то, что на стажировку на месяц убывали, то есть по всем уголкам России разъездились. И уже заступали на боевых дежурствах, были. Уже были. Были, да, то есть мы как стажерами заступали на оператором, то есть внутри комплекса находились, то есть полностью сутки служили, то есть полностью уже выполняли функции, которые нам приказывали. Вот я всегда вот удивлялась, мы говорим уже не первый раз, да, Игорь Маркович с вами, о важности профессии военного. Сейчас вот молодым выпала вот такая вот такая доля, скажем, да, специальная военная операция. То есть здесь даже боевые дежурства есть, у курсантов есть. Чувство страха возникает, ребята, у вас. Вот Виталий уходит сейчас в далекий поход в море, да, а вы заканчиваете уже. Было такое, что вот, ну страшно, но надо. Чувствую соответственность. Ответственность, прежде всего. Конечно. Да, ответственность, ответственность помогает преодолеть страх, потому что страх, вот я общаюсь со своими ребятами, которые приезжают в отпуск, воюют, офицеры воюют в рамках СВО, они говорят, конечно, каждый боится. Другое дело, что преодолеть страх в рамках ответственности за выполнение задачи, за своих товарищей, вот это высокое качество наших молодых курсантов, офицеров. Саша, вы заканчиваете вот уже скоро, совсем, да? Скоро выпуск. Куда потом? Есть вероятность, что сразу попадете вот туда, вот на передовую, что называется? Вероятность есть такая, то, что мы как разъезжаем ездят, в командировках есть, но благодаря тем, что вложили нас в преподавательский состав, то есть очень много знаний вложили, то есть страха такового нет, так как уже, потому что знаешь, какие действия как себя нужно вести. И специальность-то такая у вас, знаешь, сейчас востребованная, специальность, где локаторщик, это же такие войны, это отличается от того, что было в ту же самую Великую Отечественную войну, абсолютно другая война. Что еще можно сказать вот нашему поколению молодому, мальчишкам, которые заканчивают 10 класс, которые, может быть, сейчас на каком-то перепуте, почему надо, вот почему именно военное училище? Артем, может быть, вы так вот скажете вот так вот, в чем плюс по-вашему? Ну, если честно, хотелось бы привести это на своем опыте, то, что я когда выпустил себе школу, был еще, так сказать, цыпленком, ну, такой флешкой без данных. Без данных, ага. Да, а вот и поступив в училище, начали на меня закачивать прям правильную информацию, правильные данные, это все устаканилось у меня. По полочкам, да? Да, и теперь это все вылилось, вот в сегодняшний день, и то, кем я сейчас стал. Артем, вот, ну, Ирина задает вопрос, это да, ты пришел туда, а вот почему надо приходить ребятам, гражданке туда, почему ребятам нужно выбирать эту профессию? Потому что то в тебя закачали, это уже была не пустая флешка, это... Значит, организм был готов, и голова готова была воспринимать это. Это флешка, которая тебя вела, вот, в эту профессию, а вот почему современным ребятам надо выбирать? Ну, мы получаем воспитание от родителей, от компании, в которую попадаем, в школе, и это очередной этап в жизни, который, я считаю, должен пройти каждый мужчина. Это мужской такой этап. Ну, да, 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 но это как армия, служить в армии, да, а тут уже все профессия. Вот почему выбирать, это, знаете, должно воспитываться, вот, патриотизм, который трансформируется в ответственность за свою родину. Так, то, что должно привести к защите. Вот, понятно, что юноша, мужчина защитит свою женщину, хотя сейчас не всегда. То же самое должно быть абсолютно... Это добавление хорошее. Да, то же самое должно быть и в современном юноше ответственность за родину, любое к родине. И вот это мы должны воспитывать. И это у нас не всегда получается. А вот, кстати, Борис, книги, тут книги, фильмы, которые молодой человек читает, здесь играет какую-то роль? Вот фоном шли, вот в вашем воспитании, вы тоже потомственный, военный. Вот это на что-то влияет? Конечно. Что ты читаешь, допустим, в том же самом интернете? Сейчас же такого можно не читать? Ну, да, сейчас много есть телеграм-каналов, в которых есть, соответственно, новости, ССУО также. И, ну, как бы, понимаешь, что офицер – это высококвалифицированный специалист, который в течение пяти лет учебы или в училище, или в академии, он получает бесценный навык управления личным составом. То есть, кому какую задачу поставить, кто с ней точно справится, кому кому-то, может быть, какую-то задачу полегче поставить. И, знаете, вот вы сказали про учеников 10 класса и что в этом сейчас сделать. Я бы вот советовал, действительно, это учебный центр призыв, потому что я еще, когда в детном классе был, я понимал то, что я точно пойду, вот, ну, стану вы на служащем. И чтобы, как бы, нужно быть в том коллективе, в котором у вас есть интересы одинаковые. И когда я поступил учебный центр призыв, естественно, там все были заинтересованы поступать в какие-либо училищ, академии. Меня это еще больше сплотило. И моя цель, оно, как бы, еще больше, ну, как бы, подняло. Укрепилось, да? Укрепило, да. Я уже, вот, действительно, с ними ходишь на занятия, с ними ходишь на физическую подготовку, у вас общаетесь на, ну, темы соответствующие. То есть, это, прямо, действительно, мне очень сильно помогло. Вот, Боря сказала про физическую подготовку. Виталий, серьезно физическое на английском училище? Ну, она серьезная, но курсанты доблестные с ней справляются. Справляется, да? То есть, вот такого нету, что вот умираю, не могу. Такого нету, там специальная подготовка. Обычный гражданский человек, конечно, ему очень будет трудно первоначально. Вот, а именно в училище к этому готовят, что достаточно трудные нагрузки, а не, так сказать... Вот хочется сказать, вот молодые люди, выпускники 11 класса, гражданке будет трудно, к чему вас, к чему учат, да, в военном училище. А вообще хорошая подготовка, ребят? Да, замечательная подготовка. Да? Знания хорошие дают? Замечательные знания дают. То есть, у нас, допустим, офицеры, которые преподуют физическую подготовку, они выпускники физического института, который в Питере находится. Они и теорию очень хорошо преподают, и методику очень образцово показывают, то есть, и очень подготавливают, то есть, какие-то советы очень, ну, отдельные дают. У меня, кстати, один из выпускных экзаменов, это физическая подготовка молодых офицеров, в рамках которой они не только показывают личные физические качества, но и владение методикой подготовки личного состава. Обязательно. Есть чем заняться, кроме учебы, время на это и возможность что-то почитать, в ансамбле поиграть, там что-то еще к художественной самодеятельности? Это есть? Да, да. А чем занимаетесь кто-то? Я занимаюсь художественной самодеятельностью, вот, в клубе провожу мероприятия различные. Не знал. Вот так, вот открытие. Зря вы говорите, что уж самый веселый-то. Вот, пригодилось это, да? Горя, а ты? Знаете, до поступления, вот, у меня была проблема с бегом, допустим, мне это, ну, естественно, я понимал то, что нужно, и, ну, было тяжело. А сейчас, вот, спустя два года, я даже получаю просто удовольствие от того, что бегаю, то, что занимаюсь, и порой вечерами, вот, мы с ребятами собираемся, чтобы, ну, вот, то же самое, и побегать, и какие-то упражнения на перекладине поделать. Вот. И даже, ну, получаем большое удовольствие от этого. Здорово. Виталий, а ты... Да, Виталий, а вы в школе чем-то вот, надо, подлегали на физическую культуру? То есть, когда ты знаешь, что ты будешь поступать, то это тоже на одном из первых мест, да? Ирина, меня эти парни завели, вы задали вопрос по поводу участия в каких-то творческих коллективах, творческих мероприятиях, про физу мы с вами уже говорили. А чем, Ай, что у вас? Ну, как сказать, не до училища, я учился в музыкальной школе, много где выступал, вот. А именно в училище я умею играть на гитаре, и мы очень часто с товарищами собираемся, играем, поем. Точно так же, когда ходили в дальний поход, был конкурс самодеятельности на корабле, где я выступал, я играл, товарищи пели, вот, заняли первое место, выиграли пирог. Здорово, поздравляю. Ну, теперь будут, наверное, домашние пироги. Мне сказали перед эфиром, что вы сделали предложение своей любимой девушке. Да? И она дала согласие. Да. Так что скоро свадьба. Ну, да. Ой, поздравляю вас, здорово. Спасибо. Есть возможность, да, что называется, раньше девушки стремились уходить замуж за военных-то. Раньше это было престижно, но в наше время, когда мы были молодыми. Вы знаете, ну, сейчас добавляется очень высокая ответственность. Вот один из моих товарищей, ну, товарищи, все они мои младшие товарищи, женился, уехал далеко на Дальний Восток. Слава Богу, у него все хорошо, родилось дитё, дружная семья, сейчас он в Крыму решает определенные задачи. А довольно много девушек, которые поехали с его однокурсниками, вернулись. Не выдержали. Да, то есть это жена офицера, это большая ответственность. Это ответственность безусловно, это обязательно, но рядом с мужем это и есть жена, да. Что вы, ребята, будете говорить, вы будете выступать, да, перед 7 мая, перед старшеклассниками? На что будете делать акценты? Рассказывать, что это здорово, что это хорошо учат, что это нормальная жизнь, что не надо бояться? Я бы сакцентировал внимание, то, что это не так страшно, как это, ну, преподносится в обществе. То, что военное училище, это, извините за выражение, как тюрьма, это на самом деле не так. Ну, кто преподносит его ещё? Не, ну, прочитать можно сейчас в интернете всё, что угодно. Естественно, и то слово, понятие, вернее, патриотизма, о котором мы говорили здесь на протяжении ряда последних лет, когда его ещё в обществе никто не произносил, а одно время чуть ли не ругательным понятие это было. Мы переживали такие времена, к сожалению. Вы знаете, не так далеко мы ушли в оценках уровня патриотизма. Вы знаете, я не буду говорить про себя, я говорил недавно с одним достаточно серьёзным чиновником. Я говорю, как вы оцениваете уровень патриотизма? Ну, будучи чиновником, он не может что-то сказать достаточно жёстко. И он так деликатно сказал, я бы хотел, чтобы он был повыше уровня патриотизма. Повыше. Ну, вот вы, ребят, вот из ваших, где учились в школе, с вами много ребят захотело тоже выбрать профессию военную? Ну, вот я в школе учился, я вот один был такой. Вы один из класса, да? Да. Ну, вот я могу сказать тем, что в призыве, когда у нас было так получилось, что в январе у нас была поездка в Ярославль. То есть мы на сутки ездили посмотреть, как быт, как живут курсанты. То есть мы полными глазами увидели, общаясь, что это такое вообще военная жизнь. И, ну, вот выбор именно Ярославского высшего военного училища мне выполнены на этой поездке, потому что мне очень понравилось там. И мой выбор выпал, потому что я решил подавать документы уже в Ярославское высшее военное училище. Виталий, а вы? Вы когда вот видели, вот тогда вы говорили, море ни разу не видел. Ну, захотелось именно море. А получить военную морскую специальность только в этом училище можно? Или у нас еще есть какой-то выбор? Есть и другие училища, но я рекомендую поступать в Вечероморское высшего военно-морское училище. Ирина, когда вы сказали, что они завтра должны говорить, вот, парни, я и завтра буду инструктировать, но сегодня, говорю, вы должны говорить, что мое училище самое лучшее. Так вот они про это и говорят так своими словами. Затем вас командование училища и послало сюда. От правила, да? У вас как командировка, да, учебная получилась, да? Вообще-то вы по всем городам или в Тверь вот сюда, потому что это как бы Родина? Вы знаете, я не думаю, что по всем городам, потому что методика проведения этого мероприятия, вот если вы говорите, что учебный сын-призов единственный такой в стране, то как следствие, городика проведения подобных мероприятий уникально, единственное. К нам приезжают представители разных вузов, удивляются, говорят, господи, как у вас здорово. Вот такие вы молодцы. Ребята, второкурсники, начинающие, скажем так, но уже не первый курс, что вы можете за свою училищу сказать? Во-первых, оно самое лучшее. Правильно, как я учил. Ну, вообще, и по качеству жизни, да? И что, и как родители, родители не волновались? Да когда вы уехали? Как там? Нет, у меня мама сказала... Что вы кушаете, что вы едите, где вы спите? У меня мама сказала, наконец-то, ты станешь самостоятельной. Наконец-то? А вот. А как, Виталий, ваши родители? Ну, мой отец был очень горд за меня, сказал, ты сделал мужской поступок. Он говорит, правильно, иди. А как мама, кстати? Мама редактор местной газеты. Ага. Да. Ну, мама отреагировала вполне, как сказать, хорошо, положительно. Вот. Ну, понятное дело, плакала, что далеко опасно в будущем. Ну, да. Затопила море. Затопила море. Ну, это да. Да, это хорошо. Романтика. Александр, а у вас как родородные отнеслись? Ну, отнеслись, я всегда говорил, у меня всегда все хорошо. Даже какие-то были сложности, трудности. Ну, это настоящий мужской ответ. Но все хорошо у меня, и чтобы ни в коем случае не расстраивать, были трудности, я их проходил, а все в целом, вообще все отлично. Я очень доволен выбором своим. Борис, у вас тоже все, что называется, для других в себе переживать какие-то трудности? Конечно, да. Без трудностей не бывает? Естественно, какие-то проблемы есть когда-то в учебе, когда-то там между отношениями, может быть, но всегда вот когда звонят, пишут, естественно, все хорошо, нельзя сказать по-другому. Конечно, все хорошо. Давайте еще раз про призыв. Вот кто к вам может сейчас приходить, и когда приходит в центр призыв, чтобы вот влиться в ряды наших будущих защитников Отечества? Ну, у нас есть два информационных таких канала. Это моя страница ВКонтакте «Полковник Пивницкий», и второй наш сайт, где указаны наши программы, наши телефоны, так рассказывается о нашем опыте. Вот лучшее по телефону связываться сейчас уже. В этом году мы получили новую практику работы. Раньше мы брали только одиннадцатиклассников. В этом году у нас очень успешно отучились и десятиклассники. Это и лучше, да? Больше времени для подготовки. Вы знаете, и да, и нет, но хорошие парни пришли. У нас в этом году набор такой крутенький. Молодцы ребята. И вот заканчивая программу, к сожалению, все 30 секунд, вы говорили, что наши тверские выпускники превошенного призыва, они по всей стране. Как белые грибочки такие, грибыши, да, боровички. Это замечательно. Уважаемые друзья, просто подходит к концу программы. Я хочу вам пожелать удачи в вашем поприще нелегком. Спасибо вам, что вы стоите на защите нашего Отечества. Вам, ребята, второкурсники, доучиться, чтобы все было хорошо. А вам хороших походов и боевых будней, да? Чтобы все были живы, здоровы и будущего семейного счастья. Спасибо вам, Игорь Маркович, что воспитали таких замечательных ребят. Уважаемые друзья, мы с вами прощаемся. Будьте здоровы. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова